как я же все равно в процессе хорошо закончится это сегодня в нашей студии у нас чем вы занимаетесь гинекологией по специальности акушер гинеколог ну то есть мы хотим сегодня поговорить больше про репродуктивное здоровье женщин на мужчине понимаю что не сильно так чисто чуть-чуть коснемся вот расскажите с чем чаще всего к вам приходят женщину кроме понятно каких-то очевидных болезней дать его каких-то хирургических вмешательств ну приходит во-первых да с бесплодием и таких стало больше вот и приходится с болезнями с какими-то инфекциями там много но бесплодием стало больше на самом деле и сейчас стоит острый вопрос о при гравидарной подготовке то есть сразу вставка что это такое это подготовка к беременности вот и даже сейчас женщины настолько грамотно что стали приходить играть я планирую беременность вот мне нужна подготовка к беременности и это нужно проводить вот кстати вопрос такой знаете о чем я читал статью да где мы кидают же в инстаграм всякое говорят что смотрите а мы снова молодежь только сдвигают срок молодой семьи да то есть раньше там это были 25 лет 30 сейчас там там 38-40 до молодежи детородные да вот рост бесплодия он связан с тем что просто позже начали рожать в целом нет почему же или молодые сейчас и даже у молодых женщин есть которые 20 21 год и это абсолютно не связано с возрастом факторов ног которые влияют на бесплодие ну вот кстати по поводу детородного возраста детородный возраст у женщин сейчас увеличили это и не 45 даже лет а 48 да потому что если вспомогательные репродуктивные технологии поэтому возраст увеличили по поводу вашего вопроса совершенно не согласна потому что возраст и бесплодие абсолютно да с возрастом бесплодие риска бесплодие увеличивается но и молодые приходится ну то есть как вы знаете часто шутка женская часики все-таки текут до часы текают гормоны падают вот и самый лучший период для зачатия до 20 лет до 40 ты ну до 30 идеально у женщин до 35 до 40 это самое идеальное мужчин это от 20 до 40 у женщин это где-то от 20 19 и 20 до 1 верно 35 это идеально что тонера такой миф или миф то есть ну как как мы воспринимаем свое здоровье репродуктивная дата ну и там равно сексуальному же экскурс жизни наравняем то есть такие сексуальная жизнь есть все в порядке женщина наверное думает так у меня там цикл идет все хорошо мужчина там еще хорош все в порядке значит а потом приходит и бесплодие порядке ну то есть я правильно это вообще разные вещи то есть ваша сексуальная жизнь и кайфертильность вообще не связано с собой никак абсолютно абсолютно вот к примеру даже я сегодня вот прочитала у мужчин в общем как сперматогенез да он в общем может оплодотворять до 80 лет даже но качество сперматозоидов это совсем другой вопрос также у женщин женщина она у нее есть яйцеклетка и она даже на узи можно найти хорошую яйцеклетку но яйцеклетка стареет вот то есть чем старше женщина тем старее яйцеклетка ну то есть я правильно поэтому сейчас берем о том что например когда делают эко там оценивают да эмбрионы там есть оценка эмбрионов хороший плохой и так далее то есть в целом если мы говорим про естественное зачатие это тоже про оценку то есть чем позже вы заведете ребенка скорее всего эмбрион будет там ну допустим слабенький это правильно это правильно в качестве что это влияет на вынашивание на качество вынашивания это влияет на эта генетика то есть чем сейчас у нас уже даже есть такой приказ что если женщина старше 35 лет то обязательно нужна консультация генетика понимаете то есть рожать надо вовремя планировать тоже слушайте а вот про здоровье но основные причины бесплодия да то есть я так понимаю что она первый самый очевидный там там проблемы с яйцеклеткой со сверну с материалом да то есть биоматериал материал не очень до 2 момент но это проходимость да то есть не доставляет там не вы хотите сказать какие есть причины если да то есть как можно можно классифицировать ну то что потом биоматериал понятно что еще есть причин бесплодия много это могут быть гормональные причины это могут быть инфекционные причины то есть какая-то инфекция половая может быть это могут быть гормонально в плане экстрагенитальной патологии то есть это может быть сахарный диабет допустим до проблемы щитовидной железы причины могут быть спаечный процесс где можно хирургически вмешаться какие еще причины спаечные имеете ввиду непроходимость труб да спаечный вообще в брюшной полости если спаечный процесс то трубы могут быть проходима но спайка держит так его далеко от яичника что выходит это оплодотворенная яйцеклетка и в смысле выходит этот яйцеклетка и она не оплодотворяется вы поняли да яичник там сам по себе спаечный процесс тоже влияет дальше что еще влияет экстрагентально я уже сказала причин много бесплодия и если перечислять их там в порядка наверное более 10 причин да и поэтому нужно разобраться в этом то же самое непроходимость труб никто же не начинает с того что проверяет многие конечно начинают врачи начинают с проверки труб но в основном это чаще всего вот назначи мне какую-то волшебную таблетку я начну пить и я 1 то сначала разобраться в причине а потом начать лечить а вот с чего начать например вот пришла молодая пара хотят завести детей это прямо скорее всего это женщины инициатор чаще да наверное все все это движухи да вот с чего вообще начать ну а первое посещение к вам наверно да в любом случае женщины к нам мужчины к андрологом урологом начать просто с обычного чекапа сделать там узи проверить свои гормоны особенность в особенности мы живем в эндемической зоне щитовидной железо лучше проверить проверить свои гормоны уровень гормонов вот и у женщины очень и ну знать свои экстрагенитальные патологии какие есть потому что сейчас их много хотя бы с того что оттолкнусь с того что насколько сейчас какое здоровье вот дальше еще раз хочу за и тронуть тему о подготовке к беременности при агравидарной подготовке слова вам не очень подготовка должна быть не менее чем за три месяца а лучше за шесть и даже за год вот и в это время мужчина должна обследовать пара должна обследоваться мужчина у урологов андрологов женщина у гинеколога знаете там есть перечень вот этот перечень весь сдать анализов и начать пить и принимать таблетки допустим если хватает витамина d там ферритин проверить гомоцистеин проверить там анализов много и все это восстановить щитовидную железу улучшить все свои болезни там пилон африт гастрит и все чтобы беременность протекала спокойно но сейчас я очень что рада что женщина уже хотят сами эту пикаритарную подготовку и если раньше это было залетел пришел и уже что есть то есть мы вводим на роды то сейчас подготовка есть и люди грамотные это делают сейчас ноги бы хотели как раз варял как вы сказали залетел и все нормально ну это это разливать приходится врачу потому что приходится артериальной гипертензии уже перед фактом стать что я беременная все или допустим даже бывает так что скрытый сахарный диабет чего мы боимся при скрытом сахарном диабете то это вплоть до того что мертворождение ну антонатальная гибель плода может быть вплоть до того не вынашивание преждевременной роды там и поэтому нужно это все знать все проверить и во время беременности и мы не вы ограничены мы все можем везде все как ну то есть уже нельзя пить не да а не долгом не пробьешь так как бы ну примерно так поэтому при гравитарная подготовка значение при гравитарной подготовки колоссальная слушайте а вот кому легче готовится к зачатию мужчин или женщин легче мне кажется женщине по психологии потому что женщина на все готова кстати вы интересно сказать наверно да потому что мужчины они считают что и у меня все нормально даже тогда когда женщина приходит с мазком а там инфекция а мужчина говорит у меня все нормально то есть он понимает видимо что там должно быть так ненормально поэтому мужчину тяжело вообще привлечь к лечению кстати вы знаете ну я как бы общаюсь уже то есть я не первый раз слышу историю что мужчины просто не хотят готовиться хотя но давайте честно я проходил то есть путь подготовки беременности на самом деле путь мужчины на своем уровне он выглядит честно попроще женского конечно у тебя там три месяца и в целом у тебя уже обновленный набор сперматозоидов все добро пожаловать даже просто хотя бы бросить курить ну да то есть элементарные вещи спишь восемь часов бросаешь курить выбивать спорт добавил приседания все пожалуйста да космонавт типа а ну а у процесса женщины гораздо дольше типа ну вот так вот вынашиваются женщины при этом мужчины как правило не хотят делать просто элементарные на самом деле штуки то есть я прав что в целом мужчине вот как бы ну не так уж много надо не так уж много надо да если он но не причина если в нем не не в нем причина влачу мужской фактор но качество спермы оно все равно хуже есть ваш образ жизни там 5 часов сна курение стресс вы представляете что на фоне курения вот на фоне курения число выкидыша по статистике увеличивается до 60 процентов даже понимаете статистика какая но хотя казалось бы ну я курю ну и что да то есть мужское или женское курение или неважно мужское это чисто мужской статистика выкидыш и причина мы все говорим вот вы виноваты вот вы женщины да мужчины так говорят на самом деле это курение тоже может быть причина выкидыш кстати вот еще такая штука то есть это вот я всегда как-то путал знаете выкидыш и замерзшая беременность то есть здесь вопрос ну это я понимаю что это разные вещи это раз ну или смерть плода да понятно она есть да типа да но замершая беременность она просто замерла она не развивается там нет сердцебиение вот выкидыш он там может возможно все было нормально и сердцебиение было и вот случилось что-то и выкидыш но замерзшая беременность она может привести тоже к выкидыш но чаще всего к нам женщины приходят замерзшей беременности где надо сделать и ну прерывание беременности потому что вот не развивается а все чем она происходит замерзшим вот здесь вопрос сложный потому что причина опять же очень много и вы знаете реально за число замерзшей беременности очень сейчас очень причины какие могут быть вплоть до того что спорно смартфоны рядом вплоть до того что авиаперелет это тоже какая-то ну как сказать радиация да мы же не знаем насколько экология загрязнена вот но мы не знаем какое питание за причиной замерзшей беременности может быть мужской фактор и чаще всего даже бывает мужской фактор ну я просто я понимаю что как бы но это такой больный процесс целом для родителей да но я узнал статистику статистика оказывается просто космическая чуть ли там не каждая вторая и как будто бы ну понятно что сложно знать это нормой дать типа но в целом это не такое редкое явление это очень часто верили сейчас вот как это всего избежать то есть мы подготовились например дают то есть что еще можно разделать вот вы немножко так вопрос да в подготовке что входит до подготовку входит первое это правильный образ жизни это все те же вредные привычки их надо убрать то есть вот как вы говорили спать 8 часов не менее бросить вредные привычки алкоголь и курение там ночные какие-то игры так что еще правильный образ жизни вести спорт но в меру потому что чрезмерно физическая нагрузка тоже влияет на качество биологической жидкости дальше прием вот этих же все спортсмены у витамины и все то что в каком дефиците человек находится то есть если я дефицит ферритина там дефицит витамина d сынк там микроэлементы витамины даже фолиевую кислоту мужчина тоже должен пить вы фолиевую кислоту кстати я удивился надо 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 вот поэтому все вместе все в паре и тогда и не будет замерзшей поэтому почему мы начали поднимать вопрос при гравитарной подготовки потому что действительно к статистика замерзшей беременности очень высокая не буду называть врача андрологов когда я ходил к ним на консультацию если он мне сказал что ну мы перестаем курить пить и так далее понятно все прекрасно получилось кстати перестал курить кальяны перестал пить пиво все эти закуски то есть я похудел полный килограмм 8 спорт все дела вы ответственны я в этом плане машину продал кстати убрал перед начал ездить только пешком в общем я такое ответственность наем не спросил слушайте но все-таки употребление алкоголя как бы да это канал про здоровье алкоголь прям совсем но там не скалом знаете если психологически вам будет проще раз в неделю что-то употребить лучше употребить и до чем так совсем странно чтобы ваше психологическое состояние было стресс и хорошим вот мы пришли к сейчас как раз к такому вопросу о стрессах иногда бывает достаточно убрать стресс и женщина беременна можно я пример расскажу конечно в общем я ехала на эндрайвере и в общем сидел парень и говорит вот вы и врач вот расскажите пожалуйста меня женщина не беременна вот два года уже мои что такое не делаем что-то что-то не так и я говорю где работает жена следователь я говорю она увольняется и у вас наступает беременность через год или два я не помню мы едем я спереди на эндрайвере так как я жила в астане мне приходилось часто есть в кустана и вот я видимо так случайно ли я так часто ездила сзади ехал этот парень я не видела я как всегда развлекала водителя чтобы он не уснул останавливаемся на чепите там придорожное кафе и он не горшок панал сходу на я в шоке поворачиваюсь вот я сзади ехал вы меня не помните а у нас же ребенок и ему уже второй год пошел представляете человек просто уволился убрал стрессы и никаких икон ничего не нужно но вот такой вот интересный пример ну это опять таки что не всегда например там супер здоровая жизнь но главное чтобы были условно гармонии гармонии в спокойном потому что наши гормоны очень чувствительны таким мелочам и знаете мне хотелось бы сказать что дорогие женщины дорогие пары супружеские можно туда конечно в общем я что хочу сказать что никогда не лечитесь больше года все год вам дано чьи года если не получилась беременность вы идете на вспомогательные репродуктивные технологии ну давайте добавлю как просто я при боже пол где-то говорил из подкастов то есть мы не могли забеременеть мы начали ребенок через эко и в целом да типа четыре года мы лечились ничего не помогало эко прекрасное решение есть платное есть бесплатное в очередь попасть абсолютно реальная правда то есть в очередь на эко попасть тем более что цены падают на эко сейчас не знаю да но сейчас открылась в каждом городе и открылся филиал клиники р.м. и у них эко стоит вообще 500 тысяч всего если с препаратами то это где-то около 800 будет и у нас в городе есть эта клиника р.м. ну кстати я просто еще раз в поддержку госпрограмм то есть обычно кажется что платно хорошо ну то есть опять я скажу потому что это личная проблема типа ну то есть все и платники и бесплатники сидят в одной очереди да препараты немножко разные но по сути все идут в одних и тех же клиниках проходит эко понимаете да то есть типа поэтому то есть нет такого что бесплатно в одну клинику к центру эко всегда рады им без разницы это по квоте или без квоты просто важно понимать что если нет в течение года беременности то не нужно экспериментировать и искать другие выходы ходить по бабкам ходить по гинекологам потому что ко мне часто приходят женщины которые лечатся по 3-4 по 5 лет и у они теряют время поэтому если в течение года есть такой приказ есть задание такое все врачам и гинекологам что не держать их больше года отправлять на эко ну на самом деле не все врачи этой генерации следует опять на личном примере там за два-три года никто не посоветовал эти на эко потому что думают ну молодые сейчас вылечу сейчас еще чуть-чуть еще чуть-чуть и вылечу ну еще давайте объясним что почему вы говорите про время то есть ну и кожа как происходит то есть мужчины так как уже сказал до 80 лет в целом можно что-то найти качество теряется но там что-то шевелится но то есть а при этом у женщины количество фолликул сокращается и качество сокращается они же женщина рождаются с определенным количеством фолликул полтора миллиона где-то или миллион у каждого по-разному Поэтому от миллиона до полутора девочка уже рождается с фолликулой. Фолликула – это потенциальная яйцеклетка. Да, оно в процессе жизни теряется. Уже ближе к деторотному их там остается около тысячи. Ну, то есть, каждые месячные фолликулы уходят. Теряются. С образом жизни фолликулы теряются. Они умирают сами по себе. Ну, и в локацию жизни у нас остается типа… Даже какие-то заболевания простудные, тяжелые, да, они тоже влияют на кровь. И когда она приходит на ЭКО, и у нее фолликулы извлекают, то есть, их будет просто либо крайне мало, либо условно одна. Да. А, по-моему, шанс ЭКО там 50 на 50 в любом варианте. Да. Ну, то есть… Там шансов тоже немного. Ну, там тоже не магия, да. То есть, там 50 на 50. То есть, ну, при этом, чем здоровее ваши фолликулы, тем шансы выше. И чем у вас их больше застали. Чем моложе еще. Да, чем моложе, тем больше. Но, кстати, есть донорские яйцеклетки. Ну, понятно. Это уже немножко другая как будто бы история. Да, есть суррогатная мотивация. Это тоже как лечение бесплодия. Ну, здесь не могу, особенно, не осуждать никак. У всех свой путь в этом плане, да? А вот таких случаев много вообще, нет? Про что? Суррогатная мотивация разрешла в Казахстане? Конечно, разрешено. Конечно, официально. Все. Ну, я что хотела сказать, что… Вот уже мысль потеряла, Александр. Ничего страшного. Давайте дальше. Не, я на самом деле больше, вот как бы, видите, опять-таки, переживая этот путь, я просто думал, как можно было бы сделать проще на самом деле. Ну, то есть, вот что могли бы мы делать в клиниках, например, если это будут другие врачи, да, например? Вы же сказали самим. Я сто процентов уверена, что врачи делали все, что нужно, то есть, вас обследовали полностью, все. Но где-то в какой-то момент, когда уже больше года начали лечить, в тот момент надо было, может быть, просто идти уже на ЭКО. Вот и все. Вот это тяжело принять, что надо на ЭКО, но не нужно этого бояться. Просто не нужно этого бояться. То есть, это уже дошло до того, что в городе Кустаная уже несколько филиалов ДНК клиника, ИРМ клиника, Геном был, в Живчужине филиал ДНК, по-моему, да, тоже. То есть, везде уже есть клиники ЭКО и чего бояться. Ну, опять-таки, способы разные. То есть, например, там, если мы говорим про нашу компанию, в Живчужине, там сейчас интиминацию мы начнем делать. Это не ЭКО, ну, понятное дело, там, типа, шансы чуть ниже. Ну, это малоинвазивная такая история про, как помочь замеремить. Почему вы не спросили про статистику? Я же подготовилась по бесплодию. В смысле, она прям страшная? 178 миллионов в мире страдает бесплодием, а у нас в Казахстане каждая шестая пара. Представляете? Причем, ну, сразу поясним, бесплодие, это же не подозревается, что есть, диагноз бесплодия ставится после, там, года или двух безуспешных попыток, да? Бесплодий, это год, год регулярной половой жизни, регулярной, потому что у нас есть пары, которые, ну, уж там, в другой стране. Насколько возможно, когда вам приспят уже. Хорошо, ну, то есть, год вам ставится диагноз, но это не ставит крест на условном ЭКО, правильно же? Ну, то есть, это вообще по-другому. Не поняла. Ну, я к тому, что, когда вам ставят диагноз бесплодие, это значит, что вы не можете забеременеть естественным путем. Да. Но ЭКО, в принципе, вы спокойно перемените. Конечно. Ну, то есть, причем, опять-таки, та же... Опять же, причины же, причины. Тут нужно знать причины. А может быть, это мужской фактор какой-то бесплодия, где надо прооперироваться. И ваш молодой человек не ходил просто в больницу. Да, да, вот. Все, что надо, это вы поняли, да? Просто открыть дверь поликлиники. Ну, а вот, кстати, еще была одна мысль. Первое, что-то я вообще говорил про варикоцели. Я просто вспомню, когда в юношестве многим делали операции на варикоцели, да, помнишь? Это влияет. Этот диагноз влияет на... И многие их не делали, да? Регонорировать надо. Очень надо обрезать ревет. Блин, у меня была мысль, знаете, про что? Что если мы... Блин, здесь надо будет врез какую-то сделать. Какую? Я, может, забыл мысль. У меня про... Окружающую среду? Нет, окружающую среду фигня. Да, блин, год, год это у нас что? Лечение. В течение года лечения. В течение лечения дальше не помогает, идем на варико. Да. То есть не нужно ждать, не нужно верить, не нужно ходить. Теряем время. Самое драгоценное, что у женщины, это время. Природа настолько коварна, что вот женщина должна родить вот в такой-то возраст, а дальше ее отбрасывает. И дальше уже климакс. Об этом мы обязательно поговорим. Ну, кстати, про климакс. Климакс это все крест... Ну, то есть, как климакс воспринимает обыватель обычный, да? То есть, ну, типа климакс это стоп сексуальной жизни, и все, и нет менструального цикла. Нет, причем здесь сексуальная жизнь, это совсем другое. Я как мужчина. Вот вы, как и все говорите, в основном женщина приходит и говоришь, ну, как задают вопросы многие, да? Климакс есть? Нет. Женщина говорит, нет. На самом деле неправильно задается вопрос. Женщина, потому что думает, климакс это менструация, есть менструация, нет. Нет. Менструация, когда есть, климакс тоже есть. Когда менструация нет, климакс тоже есть. Что это такое, ладно? Мы переходим на эту тему? Давайте, попробуем. Ну, просто климакс, у него есть три периода. Ранние симптомы, средневременные, отдаленные. Вот. И они делятся по возрасту. То есть, ранние симптомы, они в ранние, кстати, сейчас уже все так смешалось, что ранние могут и в средневременные перейти. В общем, получается, что в начале это какие-то приливы, какие-то жар кидает, форточку открыть, в общем, такой плохой сон, раздражительность, это начало. Можно вопрос? То есть, это некая гормональная перестройка женского организма? Это спад гормонов. А, то есть, наоборот, меньше мы их получаем, да? Просто, да, спад. Просто спад. Эстрогены, как количество эстрогенов падает, а рецепторов к эстрогенам есть, начиная с кончиков пальцев, заканчивая корой головного мозга и костями даже. Все это страдает. И не только у женщин, у мужчин тоже. А, ну да. То есть, у кого много эстрогенов, у них начинается фигура, да? Нет, наоборот. У мужчин тоже есть гипогонодизм. То есть, у них теряется уровень тестостерона. И у них тоже проблемы начинаются. Интересно. Я где-то слышал такую странную штуку, что, например, когда мы говорим про месячный цикл у женщин, и, соответственно, есть гормональные тоже волны определенные, мы сейчас к климаксу вернемся, что у мужчин на самом деле гормональные циклы тоже есть, просто они менее заметные. Да. У них тоже есть циклы. Ну, кстати, у них у нас и вот у операторов тоже. Это правда, да? То есть, у нас тоже есть гормональные циклы, типа месячные, но не месячные. То есть, они просто другие. Просто подъем гормонов, спад гормонов, гормональные циклы есть и очень, да. Давайте вернемся к климаксу. То есть у женщин уменьшается выработка эстрогена, то есть она хуже себя чувствует, а потом что-то происходит? Ну типа лучше же и не станет? Ну как, смотрите, здесь у нас есть лечение, понимаете, и лечение это только гормональное, потому что начинаются опять, давайте мы попьем с вами фитоэстрогены, это трава. На самом деле фитоэстрогены не устраняют эту причину, они просто облегчают. И фитоэстрогены используются только для тех, кому противопоказаны гормоны. На самом деле лучше назначать менопаузальную гормональную терапию, это будет грамотнее. А можно вопрос, ну это же коснется всех? Всех, конечно. Просто у кого-то есть хорошие надпочечники, и это компенсируется. А, ну вот, просто вы сказали, что терапия гормональная, неужели всем нужно убить таблик? То есть природа же как-то позаботилась об этом, или она не позаботилась? Нет, не позаботилась. Уровень эстрогенов теряется, просто у кого-то это рано, у кого-то это позже. Но в любом случае гормоны падают. И когда падают гормоны, то начинаются проблемы, начиная с инсулинорезистентности, начиная даже с кризов, вот этих вот давлений. У нас был случай в моей практике, когда были бесконечные кризы, подруга моей сестры, и она говорит, у меня криз, у меня криз. И в течение месяца она три раза кризанула. И когда я сказала, что тебя ещё беспокоит, она говорит, ну я же из ванны не выхожу. Я говорю, стоп-стоп-стоп, давай с этого места поподробнее. Вышло, что у неё просто был климакс, и к этому климаксу на фоне спада гормонов пошли кризы. И терапевт это лечит своё, должна быть преемственность, кстати, вот по преемственности тоже не сказали. Вот, поэтому нужно просто, я ей назначила менопаузальную гормональную терапию, кризы прекратились, естественно, но единственное, что человек просто дальше не продолжил. Ей стало лучше, она всё бросила. Надо принимать. Потому что вовремя принятое гормональное лечение, оно делает кардиопротективный эффект, то есть оно защищает сердце и сосуды. Вы знаете, я вас слушаю, у меня такое ощущение, что какого-то природа вообще о женщинах не позаботилась. Да я говорю, природа жестока к нам. То есть, это так, да? Да, это так. Да, это так. Потому что она использует женщину, как вот чисто репродуктивное. Сделала, всё, ты пошла, старее ей дальше. Ну да, то есть, когда женщина беременеет, вынашивает ребёнка, кормит его. Всё нормально. Она, да, на тебе, пожалуйста, всё. Гормонов сколько хочешь. Как только отражалось, всё беспощадно. Да, причём, я лишь понимаю, что в любом возрасте, при беременности, организм максимально, ну, одаривает себя гормонами. Ну, как происходит? А как понять, одаривает гормонами? Просто не нужно думать, что беременность и рота – это омолаживание. Нет, нет, точно нет. Ну, одаривает в плане, что прогестерон там, да, чтобы больше всё делать для того, чтобы выносить беременность, да. Я вот смотрел ещё одну интересную статью, именно про вообще в целом то, как мы люди захватили планету. Ну, то есть, отчасти потому, что постепенно мы начали заботиться о своих потолках. Ну, то есть, и как момент, например, то есть, описывается история, ну, теория, что как раз-таки, ну, вот есть же такое, что маме после рода дают ребёнка сразу же, да, и в целом многие говорят, что там боль ушла на второй план, там, типа, сразу ничего нет. То есть, при этом ничего не происходит физически, но и просто её даёт, и организм как бы, ну, мы же понимаем, что радость не берётся из ниоткуда, да, то есть, это, очевидно, организм едет дофамином, просто прыскает огромное количество. Окситоцин, дофамин, серотонин, гормоны счастья. Да, и потом постепенно, когда мама, видимо, прижимает ребёнка, он ей продолжает, ну, с кормлением тоже он дофамин нет, нет, прыскает, ну, это же так происходит. Ну, и то есть, по сути, мы же такие дофаминовые наркоманы, и нас природа просто заставляет любить детей. Сейчас страшная была фраза, это похоже на правду, как думаете? Да, природа заставляет любить. Ну, то есть, природа нас так построила, что она даёт нам гормоны при контакте с нашими детьми, тем самым, как бы, нас стимулирует заботиться о них, и они становятся более успешными. Это какая-то новая наука, или это путь к новому исследованию какого-то. Я просто смотрю разные интересные программы. Вы хотите любовь к ребёнку приручить, так сказать, что это как наркомания какая-то? Ну, нет, наркомания. Получаешь дофамин и любишь больше, потому что это тебе нравится. Что, по сути, те животные, которые получали дофамин, когда они общались со своим ребёнком, они о нём заботились, они хотели с ним находиться, ребёнок дольше оставался здоровым, более защищённым, 100% вырастал. Ну, как бы, ну, не как мыши, у мышей, ну, прямо у мышей, типа, другая история. Да. Типа, давайте просто чаще их делать. Очень интересно, надо почитать. Давайте чаще их делать, кто-нибудь да выживет. Да. Допустим, более сложные животные, как мы, типа, да, то есть у нас один-два ребёнка, да мы о них сильно заботимся, потому что, типа, вот наша нервная система, типа, нас накачивает хорошими эмоциями, гормонами, типа, когда… Я бы сказала «наши дети». Это, знаете, вот, на меня часто кидают камнями, когда я сижу в компании друзей. Вот скажите, кстати, вот вы как профессионал, кормление ребёнка – это чисто технический процесс? Вы хотите сказать, что там, да, конечно, глубже, это глубже. Всё-таки глубже? Конечно, однозначно. Тут же и психологически какая связь идёт, мама с ребёнком. Ну и плюс, как, сколько плюсов от того, что грудное скармливание, плюс это, я не знаю, даже то, что профилактика, я вам скажу, рака молочной железы, хотя сейчас говорят о причинах рака молочной железы, это больше семейный анамнез. Ну, то есть… Ну, это не технический, это не технический процесс, это более глубже. Хорошо, а тогда сейчас, ну вот, мы же знаем историю кормилицы, да, например, ну, то есть кормилицы там в Средневековье. Вот этих вопросов не было. Этих вопросов не было, но кормилицы же есть. Да. Ну, то есть в Средневековье часто были кормилицы, да, то есть которые женщины в течение там вплоть до 10 лет могли поддерживать лактацию, ну, по сути, чисто технический поддерживание, ну, как бы это техпроцесс был такой, да, типа она поддерживала лактацию за счёт там, ну, манипуляций. Вопрос в чём? Вопрос в том, что, ну, то есть лактату же можно поддерживать, по идее, как можно, ну, в принципе, очень долго. Зачем? Это вообще классный вопрос, зачем я… Да, я, знаете, сторонница того, что молочная железа нужна не только ребёнку, вот покормили год-полтора, всё, дальше зачем? Потому что там и уноглобулинов там немного, ребёнок очень нервный становится, он не спит, и само по себе деформация молочной железы идёт, поэтому… Ну, кстати, давайте скажем всем, кто кормит на 3-4 лет, что кормим полтора года, да? Нет, конечно. Во-первых, просто за детьми посидеть, и они же нервные становятся, им прям постоянно нужно, вот они даже не спят, не кушают некоторые дети, постоянно нужно. К чему это? Это лишнее. Даже простая история, ребёнок, который на груди, с грудным скармливанием долго-долго, он будет просыпаться ночью и просить грудь. Да, а когда вы отучаете, вы сами замечаете, что ребёнок стал лучше спать, лучше стал кушать, да, я за грудной скармливаю, но в пределах разумного. Так, все мои теории разбились. Я просто, видите, думал, что всё-таки, ну, опять-таки, мы совсем недавно прошли этот период рождения ребёнка и так далее, и мне было очень интересно, насколько женский организм, ну, насколько, во-первых, природа беспощадных женщин, это раз, второе, насколько женский организм в целом работает, как, ну, как сказать, как очень хорошо настроенная машина, по большому счёту. Настроена в каком плане? Ну, то есть у вас родился ребёнок, вроде бы там грудь готова к лактации, но её нет. Но вот в момент, когда он родился, прислонился, лактация начинается, то есть он начинает её в конкретное время, ну, то есть, да, там чуть плюс-минус, там, один-два дня, но в любом случае начинает, да, когда вы его убираете от груди, он перестаёт это делать, ну, то есть, как бы, ну, это же, на самом деле, сильно удивительно, ну, для меня, как для мужчины, то есть, это удивительно, ну, то есть... Ну, это всё, как сказать, это всё действительно природа наделила, настолько наделила, что, вот, просто для выживания потомства, для размножения, это всё, вот, как бы, вот, продумано природой. О, кстати, слушайте, как гинеколог у вас прошла, знаете, теория про, какой, четвёртый триместр? Четвёртый? Да, вы такое слышали? Ну, что, есть такая теория, что у нас три триместра, что в целом, как бы, неплохо бы ребёнка повынашивать ещё бы три, ну, ещё три месяца. Такая теория есть. Правда, есть, что, типа, через двадцать месяцев они бы рождались сильно лучше, но с процесса вывалился из-за прямохождения, потому что мы поднялись на ноги, и таз сузился, то есть, женщина бы его просто никак не родила. И поэтому остались только те особи, которые могли рожать ребёнка в девять месяцев, ну, и да, он рождается при этом сильно слабее других приматов. Ой, ну, нет. Это что-то очень странное. Что-то, что-то вообще, нет, конечно. Вы знаете, что происходит при перенашивании? Это ужас. Ребёнок страдает. Ну, потому что там нет жидкости уже, ну, конкретно. Абсолютно. Даже то, что родички зарастают у ребёнка, внутричерепное давление начинает расти у ребёнка, потом эти судороги. Поэтому не нужен четвёртого триместра. Нет, 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 это же... Это просто в теории. Не в том плане, что вот сейчас давайте все донашивайте, может, дольше. Нет, это вообще в принципе, что если сравнить нас с любым другим... Да. Вот, типа, приматом, вы же верите, что мы близки к приматам. Ну, ладно. Давайте о медицине. Вот. Ну, то у нас здесь дружатся сильно слабыми, как раз, потому что они, типа, могли бы ещё порасти. Еёсно. Угу. Какие ещё вопросы? Вот мне хотелось бы сказать, допустим, о том, что, дорогие женщины, вот вам дали... Вы уже решились на программу ЭКО, и дальше, ну, как бы, берёте направление к репродуктологу, и там вам дают вот эти вот анализы. Да, их там куча, просто куча невозможна. Но сейчас всё упростили, сейчас даже вот эти сроки анализов немножко увеличили, потому что если раньше, допустим, анализы действительно было 10 дней, представляете, и кучу анализы давать, а там 10 дней какие-то анализы, то сейчас это более-больше увеличились сроки. И, ну, как сказать, меня вот немножко коробит то, что нету преемственности между первичным звеном, это женская консультация, и ЭКО-клиниками. То есть ЭКО-клиники хотят одно, а женские консультации, и вот между ними вот этой корреляции нету преемственности. На самом деле, товарищи, вы просто анализы одни сдаёте в клинике, потом вы через неделю едете в ЭКО, или через трени сдаёте то же самое? Вот этот процесс нет, там потому что совсем другое что-то, что-то им и что-то надо, они дают, а так в основном анализы эти РВ, ВИЧ, там всё это действительно. Вот, и я в плане того, что, ну, вот бывает так, что, ну, например, мы вчера рассказывали, говорили с коллегой, она говорит, вот мы отправили женщину на оперироваться, убрать трубы, чтобы ЭКО было проще сделать, а ей открыли живот, дали наркоз, открыли живот, посмотрели, трубы хорошие, что убирать, и не убрали. В результате придётся сейчас опять повторно идти на наркоз, повторно этот, чтобы трубы убрать. То есть нет этой преемственности между первичным звеном и ЭКО-клиниками. Я не знаю, как это сделать, но врачи Клиники ЭКО приезжают с каждого центра, филиалы приезжают раз хотя бы в квартал, врачи всегда нужно, мне кажется, нам всем собираться, организовывать какие-то коллегии, чтобы, ну, мы знали, чтобы каждый гинеколог знал, что хотят от нас репродуктологи. Нам надо дружить просто с репродуктологами, не нужно говорить о том, что мы всемогущие гинекологи, о том, что есть такая профессия репродуктолога, они тоже знают, ну, например, опять же, возьмем тему эндометриоз, да, что делают при эндометриозе? Видят эндометриозные кисты, неважно, сколько сантиметров, отправляют на операцию. Что делается во время операции? Прижигается ткань яичников, то есть аварийный резерв снижается. Поэтому не всегда нужно оперировать, нужно иногда консервативно, вот в некоторых случаях, лечить. Я имею в виду сейчас эндометриоз. А вы проявляете, как же ащущие, никак не понять? Вообще, знаете, эндометриоз – это болезнь века 21-го, и здесь это болезнь менструации, то есть у менструирующих женщин, она есть, у ней менструирующих она регрессирует. То есть надо беременеть, 9 месяцев менструации нет, это уже какое-то спасение. Потом лактация, это тоже какое-то спасение. И эндометриоз – диагноз, который приводит к хроническим тазовым болям, к бесплодию, и вплоть до того, что и невынашивание может быть на фоне эндометриоза. И этот диагноз, его поставить сейчас нет никаких маркеров, а это диагноз клинический. То есть и УЗИ его не все увидят. То есть для того, чтобы поставить диагноз эндометриоз, это должно быть экспертное УЗИ, очень хороший аппарат большой, и очень обученный врач-УЗИСТ. То есть его очень тяжело поставить эндометриоз, а его много, его очень много. То есть, не поставленного. Сама его не может найти, в принципе, и сам поделок, скорее всего, в обычную клинику в этом тоже не найдут. Почему же? Если задавать вопросы, диагноз – это 50% хорошо собранного анамнеза. Просто нужно задавать правильные вопросы, как менструация протекает, есть ли мазня там, есть ли боли, какие-то проблемы. Это может быть боли во время полового акта. Это тоже как критерий эндометриоза. Это шоколадная мазня до и после менструации. Это тема отдельная. Не будем усугубляться. Но в плане того, что если есть эндометриоидные кисты, небольшие, сантиметра два, то никаких проблем. Это не проблема для репродуктов, они берут с такими кистами, потому что если вы пойдёте на операцию, то вам, скорее всего, прижгут эти яичники, и его реальный запас снизится. А если вы пойдёте к репродуктологу, то они берут... Вообще при эндометриозе надо бы сначала начать первое с консультации репродуктолога. Репродуктологи забирают яйцеклетки, замораживают, и сейчас заморозка – это 3000 тенге в месяц всего. Понимаете? То есть это недорого. И, пожалуйста, дальше вы... Но если у девушки есть эндометриоз, то ей в магистратуру лучше не идти, лучше рожать. Кстати, вы слышали историю про ребёнка, который был при рождении 40 лет, типа, или 30? Нет. Что... Вы всегда что-нибудь такое начитаете? Я читаю, правда. Но мне интересно, у кого научно... Ну, это не около, это действительно научная статья была, что родился ребёнок, зачатый 40 лет назад, то есть эмбрион получился, его заморозили. То есть он бывал в банке спермия, ну, не спермия, в том числе в криокамеле где он был, и потом его в итоге кто-то решился подсадить, его подсадили через 40 лет, и там 3, ну, короче, там прям несколько десятилетий. А, ну, в этом плане, да, я это слышала. Очень долго. Вот так забавно, то есть он при рождении, ему уже 40. Да, если так вдуматься. Слушайте, а вот такой вопрос, вот знаете, ну, мы уже с вами проговорили про эмоциональное состояние, что беременность не наступает, не наступает, не наступает, потом что-то расслабились, на отдыхе там, не знаю, выпили, погуляли. Это же смена климата, и то беременность наступает. А забеременеться, а вот тут же часто как бы такие случаи, когда бесплодие, 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 там, эко-не-эко, первая беременность сложная, а потом понеслось без всякого эко. Да, бывает. Мы тоже не понимаем, почему это такое. Бывает и так. Просто я когда все эти истории слышу, и вот вообще спрашиваю, вот такое ощущение, что говорят, ну, чудо. Да, такое бывает, что женщина, у нас тоже недавно был такой случай, женщина уже готовилась на эко, и потом они естественным путем забеременели. Это сурово. Вот, кстати, я вспомнил про эко и бесплодие, что сейчас я попробую сказать, а вы скажите, так темнет, что у женщины, понятно, две трубы, яйцеклетка созревает где-то в одной из них, одна из них проходимая, например, одна нет, там, половой акт зачатия, например, сегодня там хороший сферматозоид папы пошел в одну сторону, а яйцеклетка ума вышла с другой стороны. Ну, то есть, это вот к чему, что типа зачатие возможно ли, да, но вероятность его крайне маленькая, как раз потому, что, ну, количество активных небольшое и попадает не всегда туда, куда выходит яйцеклетка. Да, конечно, да. То есть, все правильно, да, ну, вот. Даже у женщины бывает не все 12 месяцев овуляции, и это нормально. И это нормально. Бывает в году там 2-3 цикла анавуляторных, и это тоже норма. Подождите, то есть, типа, менструация типа идет, но овуляции нет? Нет. Анавуляторных цикл. Сейчас что-то интересное, первый раз слышал. 2-3 цикла в году может такое быть, и это входит в норму. А как узнать? Ну, есть же тесты на овуляцию. Я просто подумал, ну, представляете, вы готовитесь к беременности, например, да? Да, и попали на анавуляторный цикл, да? Папа готовился, готовился 2 месяца. Но если они готовились, то анавуляции не будет. Держал аскезу, да? Тут хоп, такой случай. Если они на витаминах готовятся, там, при гравидарном, вовсю, там, кочегарятся к шер-гинекологам, то анавуляции может и не быть. Может быть, все там, раз кочегарит так, что как раз анавуляция будет. А, ну да, кстати, мне всегда же нужна анавуляция для зачатия цикла, да? Вот, и получается, что, когда женщина делает тест и у нее анавуляции нет, там, 2-3, в году 1-2-3 цикла анавуляторных это норма. Я имею в виду без паники. Вот. Слушайте, такое еще интересное вопрос. Откуда они у вас берутся? Ну, просто, я сейчас вспоминаю, вот слушайте, другой миф, правда, типа, правда ли, пока женщина кормит, идет флактация, нельзя забеременеть? Нет, неправда. Вот это вот, прям вот, вы молодец. За этот вопрос я прямо... Пятерка? Пятерка. Дело в том, что наши женщины привыкли, ну, так, по старинке думать, что пока я вроде кормлю, менструации нет, и значит, я не забеременеть. Нет, она уже может даже в течение, через 2 недели уже забеременеть. Уже через 2 недели после родов. Может и циклетка быть уже, ну, как по фолликулу. Поэтому предохраняться надо. И сейчас есть препараты, которые защищают от беременности кормящих мам. Называется он Лактинет. Ну, иногда поликлиники выигрывают тендеры, ей бесплатно дают, но сейчас я не знаю, как там дела обстоят. Но я назначаю, и женщины с удовольствием его пьют, поэтому нужно начинать. Эти препараты, они абсолютно безвредны, весь мир пьет. Слушайте, я 37 лет, я, конечно, вообще не знал, что есть противозачаточные во время... Для кормящих мам. Об этом, видите, даже не все знают, оказывается. А вы знаете, что есть лейкопластыри для контрацепции? Уже такие есть? Да. И когда вы не работаете? Просто клеишь лейкопластыри, можно не предохраняться. Знаете? Нет. А как он работает? В смысле, даже у нас уже. А там гормоны. Сейчас вообще... Сейчас вообще медицина на месте не стоит, и трансдермальные формы введения препаратов, их много. Сейчас даже есть обезболивающие трансдермальные. Представляете себе? Поэтому трансдермальные есть гели для мужчин, тестостерона, есть контрацептивы трансдермальные. Поэтому мир на месте не стоит. В смысле, мужские тоже? Контрацептивы? Ну, насчет мужских я еще не слышала. Есть хирургический способ там контрацептивы. вот такой серийный. А у женщины есть пластыри, вот вы сейчас выйдете в аптеку и там будет стоять этот пластырь. Прикольно. Да. Слушайте, вот тоже, опять-таки, я понимаю, что у мужчин, у меня с одной стороны как-то мне всегда обидно зажарить. Почему женщина всегда пьет таблетки, вставляет спирали, все это делает. А мужчина такой, типа, ну, я как бы... ничего не могу поделать. Всю приходится женщине. Нет, есть, конечно, и у мужчин, это перевязка семенных канатиков, никто не... Но это же как бы страшно звучит, потом думаешь, а вдруг не развяжут? Да. Или развяжут? Нет, навряд ли. Уже развяжутся. А, значит, это конечное же, правильно? Это нужно уже сначала сдать все эмбрионы, сдать тебя, а потом же... Да. Поэтому здесь, ну, как бы, предохраняться надо. У вас там, кстати, был такой вот момент, когда вы хотели, ну, про контрацепцию, влияет ли это на потомство? Не хотите спросить? Ну, я слышал историю, что, ну, давно, еще помню, когда в юношестве я узнал, что, кажется, девушками таблетки контрацептивных, нужно потом прекращать очень задолго, да, за часть. за три месяца хотя бы. А, даже так, ну, вот. Ну, смотрите, само по себе контрацепция никак не влияет на репродуктивную функцию женщин. То есть, вот почему-то все боятся пить таблетки гормональные. Там, первое дело, поправиться боюсь, второе дело, а вдруг у меня рак молочной железы будет, и все это мифы. На самом деле, контрацепция в пределах разумного никак не влияет на фертильность женщины. То есть, она вот предохранилась, потом она бросает, и через три месяца, в принципе, можно планировать уже беременность. Я помню, были такие случаи, мне кажется, кто-то мне рассказал, что предохраняясь таблетками, выходят две яйцеклетки, а таблетки хватает только на одну. Нет, такого нет. Нет, такого не может быть. Нет, там же механизмы контрацепции, там сгущение шеечной слизи идет, подавление овуляции идет, тонкий эндомет, там несколько факторов. То есть, один препарат действует на несколько факторов. он технически даже может что-то и не пройдет. там несколько факторов. Ну, и я же правильно понимаю, что в принципе весь генетический материал, который для ребенка нужен, он условно уже фалитный, никакие гормоны не повлияют на твое ДНК, то есть, в него же не залезть никак. В ДНК нет. Ну, в ДНК же никак не... Но улучшить яйцеклетку можно всегда. Качество яйцеклетки. Ну, это значит, образа жизни. Качество яйцеклетки, начиная с образа жизни. Так, что вы посоветовали в итоге нашим женщинам? Я думаю, все-таки женщинам, потому что мужчины все-таки выглядят как будто бы максимально безответственно на этом образе. Ну, мужчины должны относиться к этому ответственно. Нужно понимать, я вам говорила, добросание курения, снижает риск самопроизводных выкидов почти наполовину. Поэтому от вас тоже многое зависит. И есть также мужской фактор бесплодия. Никогда не надо обвинять женщину. У нас была женщина с врожденным пороком развития ребеночка. Ребеночек, естественно, не выжил. И когда мы начали раскручивать в чем причина, муж все время как бы катил почку. На металл. Да, а оказалась причина в нем. Поэтому мужской фактор никогда не надо исключать. Мужчин тоже надо вести к ответственности. Не думайте, что я сейчас скажу, мужчины отдыхайте. Нет. пары должны лечиться, пары должны обследоваться. И пары должны идти к беременности. Другое дело, вот я вчера хотела об этом сказать, думала, что метод лечения бесплодия имеет право выбирать и в том числе пара. то есть вы пришли, вам говорят, такие методы есть, такие, и вы можете сказать, а я этого не хочу, я вот это хочу, то есть они тоже должны участвовать. А женщинам, что я хочу сказать, прегравидарная подготовка, супружеской паре, не буду я говорить женщинам, потому что супружеская пара. супружеская пара обследуется, лечится, принимает какие-то витамины и вынашивает тоже беременности. Тоже супружеская пара. Так что накидали на бедную женщину все и все, а я пошел, когда любовщик куда-нибудь. То есть женщинам терпение и здоровье, а мужчинам сознательности, да? Да, побольше сознательности. И уважение к своим женщинам. Да. Ну и будьте здоровы. До свидания. До свидания. Давайте послучаем. Вот тогда, когда вы рассказывали про четвертый триместр, я вообще, я даже не читала такого. ничего необычного. Продолжение следует...